Теплоэлектроцентраль словно вокзал. Стук колес поезда здесь раздается круглосуточно, а пассажир в этих полувагонах единственный черный уголь. Лопаты для разгрузки не нужны. Всю тяжелую работу делает автоматизированный опрокидыватель. Меньше чем за минуту может опустошить груженый углем вагон весом почти в 90 тонн. За сутки переворачивает по 100 штук. Правда, зимой процесс разгрузки занимает больше времени. В зимнее время попадается смерзшийся уголь. Борьба с ним идет, храпление влаги большое. У нас есть для этого размораживающие устройства, два типа паровое и инфракрасного излучения. Последнее еще и с интеллектом. Инфракрасные пластины отключатся, если к ним приблизится человек, а полувагоны устройства готовы отогревать в среднем по 5 минут. Уже после уголь дробят в муку, направляют к котлам. Сейчас на тест задействовано 4 турбо и 5 котлоагрегата. Станция работает практически в полную мощь. В сутки несет нагрузку по 375 мегаватт, превозможных 404. Пара вырабатывает почти 2000 тонн в час. С такими показателями даже самые лютые крещенские морозы и страшны. В зимний период дается тепловой график у нас. В зависимости от температуры наружного воздуха задается температура теплосети, которую подаем уже в город для обогрева города. Если на улице минус 25, как сегодня было, то по графику должны держать 105-106 градусов. Стараемся выдерживать эту температуру. Выдерживать необходимую температуру энергетики намерены до окончания отопительного сезона. А текущий ремонт на станции стартует еще раньше. Первые работы запланированы на середину марта.